Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Сыны Западной Армении Давид Арушанян. Вопросы армян Западной Армении. Азербайджанские военнослужащие пытались установить флаг на территории Армении. Армянская страна предотвратила попытку. Одностороннее решение Бакуа установить КПП в Бердзовском коридоре противоречит мирным усилиям Барыль. Азербайджанская сторона препятствует въезду граждан Армении в Арцах. Омбудсмен. Презентация книги «Армянофобия». Армяно-французский проект «Археологическое исследование», направленный на сохранение Еры Руй, получил высокую премию европейского наследия. Давид Арушанян родился 25 ноября 1989 года в столице советской Армении Еревани. Родители Николай и Лидия Арушаняны. С 1996 по 2006 год Давид Арушанян учился в Ереванской школе номер 166 имени Артема Микояна. В 2006 году поступил в военный университет имени Вазгена Саркисяна, окончив в 2010 году с высокой успеваемостью в звании лейтенанта вооруженных сил Армении. Будучи офицером армии обороны Арцаха, Давид Арушанян непосредственно участвовал в армяно-азербайджанской войне, начавшейся утром 27 сентября 2020 года, защищая Матагисталыш республики Арцах. 29 сентября возле горы Арегасар майор Давид Арушанян вместе с соратниками вступает в бой. Дважды получив от командования приказ об уступлении, не подчиняется, уничтожаясь личным составом более четырех азербайджанских бронетехник, приводя к потере многочисленного количества живой силы. В ходе боя в азербайджанские вооруженные силы подрывают боевую машину пехоты майора Арушаняна, в результате чего получает ранение. Майор Арушанян выходит с поврежденного бронетранспортера, продолжает начавшийся неравный бой до окончания боеприпасов на другой боевой машине. Далее Давид Арушанян входит в третью бронетехнику и продолжает боевые действия, проравшись на бронетехнике в направлении азербайджанских вооруженных сил. Врезавшись в боевую машину пехоты и подорвав ее, майор Арушанян погибает. С Давидом Арушаняна воевали Овик Асатрян, Арен Чобанян. Благодаря их действиям, продвижения многочисленных подразделений вооруженных сил Азербайджана были остановлены. За заслуги перед республикой Арцах в деле защиты и обеспечения безопасности Родины во время войны проявленную личную отвагу майору Давиду Арушаняну посмертно присвоено высшее звание Герой Арцаха. Вестерн Армения ТВ представляет коллекцию армянских традиционных украшений 18-20 века, образцы 16-17 века, классифицированные по видам, способам применения места и время приготовления Музея истории Армении. Украшения, изготовленные армянскими золотыми мастерами вышеуказанных веков разных уголков Армении и армянского мира, Ван Муш, Баязет, Севри Хисар, Себастия Шибин, Карах Хисар, Алашкерт, Малате, Бетлист, Карин. Украшения 18-20 веков из золота и серебра, недрагоценных металлов и сплавов. В украшениях ювелирных изделий и бут, сочетающихся с металлическими деталями использовались натуральные камни, янтарь, жемчуг, коралл, перламутр, стекло. Коллекция ювелирных изделий музея собиралась на протяжении многих лет. Многие из них доставлены армянской тоннографической компанией, некоторые приобретены посредством и тоннографических экспедиций и покупок на месте, некоторые добрались до музея благодаря дарителям. Большая часть украшений Западной Армении была перенесена в музей истории Армении из музея Сур-Печме-1, приобретенные ими в основном за счет братской помощи. Информация об украшениях, к сожалению, не полна, так как в большинстве случаев они были получены в трудных условиях от эмигрировавшего народа. Есть случаи, когда неизвестно, как используется орнамент, их названия указаны на иностранных языках. Украшения не предмет роскоши, они являются выражением эстетического восприятия, мышления, чувств, вкуса и стиля нации, непосредственно связанные с представлениями этнической группы, мировоззрением, обычаями, традициями, обрядами и праздниками. Украшения говорят о мышлении, менталитете и убеждениях наших легких предков. Украшения дают представление об армянском серебряном и ювелирном деле, поскольку представлены работы армянских мастеров. Орнаментальное искусство, национальное, как архитектура, музыка, миниатюра и прочие отрасли искусства. 15 июня около 8.40 утра группа военнослужащих приграничной службы Баку предприняла попытку продвинуться на направление моста Хакари с целью установления флага на территории Республики Армения. Информацию об этом распространила пограничная служба национальной безопасности Республики Армения. В результате предпринятых армянской стороной мер было предотвращено продвижение азербайджанских военнослужащих и попытка водружения флага на территории Республики Армения. По состоянию на 10.00 ситуация относительно стабильна. Одностороннее решение Баку установить этот конкретный контрольно-пропускной пункт в Бальзорском коридоре действительно противоречит усилиям для построения доверия между сторонами. Подробное заявление сделал Верховный из комиссара ЕСС по внешней политике и безопасности Жорзе Борель, наслушанник юропарламента и об отношениях Армении-Баку и ситуации на Берзорской дороге, отметив, что данная территория остается вне зоны ответственности миссии ЕСС. На данный момент мы пытаемся найти какое-то конкретное решение этой проблемы. Не говорите, что мы ничего не делаем. Всего несколько дней назад в Молдове состоялась важная встреча с участием президента Франции, канцеля ФРГ и главы Евросовета. В июле в Брюсселе состоится еще одна встреча. Мы делаем все, что в наших силах на дипломатическом фронте. Касаясь пропускного пункта, установленного в начале Берзорской дороги, Борель добавил, все давление было оказано по каналу Организации Объединенных Наций, чтобы избежать блокады, граждане и товары имели доступ к Корцаху. Миссия ЕСС не может положить конец установке КПП. У нас просто нет возможности. Это невооруженная миссия. Миссия является частью мирного процесса, но не заменяет его. Единственное решение будет дипломатическим. Если будут приняты решения, то это будет в рамках тех переговоров, которые проводятся сейчас, заявил комиссар. Правительство Западной Армении неоднократно обращалось с заявлением Европарламента. С сожалению, отмечая, Европарламент лишен полномочий осуществлять контроль над Берзорской дорогой. Может действовать только на дипломатическом фронте, что соответственно и делает. Еще раз прозывая международные организации и структуры ООН оставаться верным принципам основополагающего права человека, проявляя более решительную политику. Арцах и арцахцы своей борьбой борются за права всего человечества, особенно коренных народов. Омбудсмен Арцаха Геам Степанян сообщает. Азербайджанская сторона в пункте пропуска на шоссе Гори Степанакер Берзорская дорога на мосту Акари намеренно препятствует въезду граждан Республики Армении в Республику Арцах. Данные лица в условиях блокады уехали в Республику Армении на лечение и сейчас после решения проблем со здоровьем не могут вернуться в свои дома. Перемечательно, что азербайджанская сторона разрешила им выезд из Арцаха, незаконно запретив въезд. В результате посягательств со стороны бакинских властей были нарушены права этих лиц не только на свободное передвижение, но и на воссоединение с семьей. Защитник прав человека подчеркивает. 23 апреля незаконно установленный Баку КПП на мосту Хакари в Берзорском коридоре и другие меры, препятствующие свободному передвижению по этой дороге людей, машин и грузов, нарушает не только общеизвестные международные нормы права человека, но и положение трехсторонного заявления от 9 ноября 2020 года. В частности, шестой пункт, предусматривающий безопасное и беспребойное передвижение лиц, машин и грузов по Берзорскому коридору. Фиксируемые случаи еще раз доказывают несостоятельность бакинской государственной пропаганды и систематическую и последовательную политику этнической чистки, проводимой бакинской властями против народа Арцаха. Правительство Западной Армении по каждому поводу напоминает о политике геноцида и этнических чисток турецких и бакинских властей, имеющих многовековую историю именно после геноцида, совершенного Турцией против армян. В 1951 году термин «геноцид» был введен в обращение в результате длительных усилий Рафаэля Лемкина. Призываем государства и международные организации объединить все усилия в вопросе, проводимой против вышеуказанных государств политики. Нужно помнить, геноцид и этническая чистка являются предусмотрительными преступлениями, безнаказанность которых приведет к новым преступлениям со стороны властей, совершивших геноцид. 16 июня в 19.00 в гостинице Double Tree by Hilton Ереван состоится презентация книги и пресс-конференции на тему армянофобии эксперта по вопросам Баку Гарника Довтяна в переводе на английский язык. В основе работы лежат правовые акты, принятые международными структурами, официальные документы, данные криминалистов, СМИ и других источников, также научные труды, пособия, статьи армянских авторов. Выбор темы данной монографии обусловлен рядом важных обстоятельств, в частности, обсуждением темы геноцида армян 1918 года, дошедших до наших дней в Баку армянофобии, ознакомления читателя с армянофобией, осуществляемой в Баку на государственном уровне. В книге указаны источники международного права, принятые международными структурами резолюции, договоры, конвенции, внутреннее законодательство бакинской власти, Конституции, кодексы и принятые Баку международные обязательства. Книга является новой формой анализа, который представляет армянофобию в Баку с точки зрения права, заложив в основу уголовное право, сообщил Гарник Довтян. Армяно-французский проект «Археологические исследования», направленный на сохранение религии Руйк, получил высокую премию европейского наследия. В 2023 году 30 значимых работ сферы культурного наследия из 21 страны удостоились высшей награды Европе. В числе победителей этого года армяно-французский проект «Археологические исследования» направлен на сохранение религии Руйк. Об этом сообщает Армепресс со ссылкой на сообщение Европейской комиссии и Европа Ностра. В сообщении отмечается, что раннехристианский и средневековый комплекс религии Руйк был тщательно изучен с 2009 по 2021 год. Жюри, состоящее из европейских экспертов по культурному наследию, выбрало 30 победителей. Победители будут награждены 27 сентября на церемонию вручения премии европейского наследия в Палацию Дель Селема в Венеции. Престижные события почти своим участием президент Европы Ностра Чечилио Бартолли. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ